Сегодня сотрудники УФМС по Чувашии подвели итоги деятельности за прошедший год. Он выдался хлопотно. С какими трудностями пришлось столкнуться и какие изменения ожидаются в этом году, узнала наша съемочная группа. Прошедший год для работников миграционной службы простым не назовешь. В связи с событиями на Украине Чувашия приняла и разместила около 4 тысяч беженцев. Не снижается и число мигрантов. За прошедший год их въехало около 20 тысяч. Четверть прибывает в Чувашии и по сей день. В большинстве случаев это граждане стран СНГ. Однако не все мигранты обустраиваются в республике легально. За 2014 год совместно с правоохранительными органами республики проведено свыше 5500 мероприятий, в результате которых выявлено более 1800 правонарушений, связанных с нарушением режима пребывания иностранных граждан и осуществлением трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Сумма наложенных штрафных санкций за 11 месяцев составила 25 миллионов рублей, что больше на 4 миллиона по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С 1 января текущего года вводится обязательный экзамен по русскому языку, истории России и основам законодательства Российской Федерации для трудящихся мигрантов. От сдачи экзаменов освобождаются только квалифицированные специалисты. Обучение и тестирование иностранных граждан в Чувашии будет осуществляться в трех пунктах. На базе двух высших учебных заведений ЧГУ и ЧГПУ и Института образования. Поэтому работа в этом году у сотрудникам УФМС предстоит еще более плодотворная. А пока выявили лучшее региональное подразделение в Новочебоксарске. Хочу сказать, что Федеральная информационная служба призвана защищать интересы России, граждан, соблюдать международные права человека на свободу передвижения. Все эти моменты в Чувашской республике, я считаю, что на хорошем уровне. Екатерина Абрамова, Расиль Мухаммедов, Республика.